Добрый вечер, в эфире программа «Археология». Как всегда, по понедельникам «Археология Форбс». Мой соведущий сегодня заместитель главного редактора «Форбс» Эльмар Мортазаев. Здравствуйте. И эфир у нас такой будет в духе майских праздников, да, борьба труда и капитала. Призрак бродит по России, вот как мы начнём программу, да, призрак рецессии. И мне кажется, нет лучшего гостя, который мог бы нам объяснить, насколько оправданы эти страхи, что ждёт ли нас рецессия, что такое вообще рецессия, о чём её отличие ключевое от кризиса и какие последствия могут быть для социальной, для политической жизни в России. Это Сергей Маратович Куриев, ректор Российской экономической школы. Здравствуйте, Сергей. Спасибо за приглашение. Ну, чтобы напомнить нашим слушателям, чуть менее месяца назад джин из бутылки выпустил министра экономического развития Андрей Белоусов. В середине апреля он сказал, что в третьем квартале нас ждёт рецессия. Да, Сергей Маратович? Именно так он и сказал. Да. Это факт. Андрей Ремович Белоусов сказал, что в третьем квартале нас ждёт рецессия. Я правильно понимаю, как следует подразумевать, рецессия же считается, если два квартала нет экономического роста, то он подразумевает, что во втором квартале у нас тоже роста не будет. Это хороший вопрос. Есть разные определения рецессии. Есть простое определение, Эльмар, как вы сказали, два квартала подряд есть отрицательный темпы роста, то есть спад. По отношению к предыдущему кварталу или к тому же кварталу прошлого года? Сергей, отличный вопрос. По отношению к предыдущему кварталу поправлены на сезонность. Это очень правильный вопрос, потому что, например, по нашим данным и прогнозам, если мерить, например, первый квартал 2013 года к первому кварталу 2012 года, то рост положительный. Со вторым кварталом та же самая история. А вот если мерить первый квартал 2013 года к четвертому кварталу 2012, и сделать то же самое со вторым кварталом 2013 года по отношению к первому кварталу 2013, то мы получим рецессию уже во втором квартале. В том смысле, что по нашим прогнозам в первом квартале с учетом сезонности ВВП будет ниже, чем в предыдущем, и во втором тоже ниже, чем в предыдущем. В этом смысле наши прогнозы немного более пессимистичны, чем прогнозы Белоусов. С другой стороны, наши прогнозы говорят о том, что зато в третьем и четвертом квартале ситуация будет лучше. Но наши модели не умеют так далеко предсказывать ВВП, но на два квартала вперед они говорят о том, что ситуация на самом деле тревожная уже сейчас. Но это одно определение. В принципе, есть другие определения. Есть более сложное определение. В Америке есть такой ведущий институт, называется Национальное бюро экономических исследований. Там есть специальный комитет по определению рецессии. И эти люди обычно определяют рецессию с опозданием месяцев на 12 или 18. И они обычно говорят о том, что рецессия наступает, когда снижается целый ряд показателей. Загрузка мощностей, ВВП, доходы, повышается безработица. Вот для них целый ряд показателей должен двигаться вместе. Инвестиции. И тогда они говорят, вот рецессия началась 12 месяцев назад или 13 месяцев назад. И вот, например, рецессия, которая началась в конце 2007 года, была объявлена только в конце 2008 года. А это была рецессия или это все-таки кризис был, если вот этот широкий брать, с 2007-2009 года? Да, это очень хороший вопрос. Кризис – это скорее острая рецессия. То есть рецессия – это… То есть резкое падение показателей. Резкое падение, да. Обычно используется… Обычное слово «кризис» имеет отношение к какому-то такому катастрофическому развитию событий на финансовых рынках. Но можно говорить не финансовый кризис, а экономический кризис. Вот экономический кризис 2009 года в России – это резкое снижение ВВП в 2009 году. Это не просто рецессия, спад там на 1% или 2%. Вот то, о чем сейчас говорит Андрей Белоусов. Он, наверное, не имеет в виду, что в третьем квартале будет спад на 8%, как было в 2009 году. Он имеет в виду, что будет минус 1%, минус 2%. А по вашим прогнозам, что по ВВП будет и вообще по итогам года? По итогам года мы по-прежнему прогнозируем положительный рост 3%. До некоторых пор это было ниже, чем официальный прогноз, но теперь это выше, чем официальный прогноз. Потому что официальный прогноз раньше был 3,5%, теперь 2,5%. Ситуация, на самом деле, развивается, меняется очень быстро. И мы, вот я честно вам скажу, я не готов подписаться под прогнозом на 2013 год. Потому что, например, это сильно зависит от оттока или притока капитала. При этом отток капитала – это вещь такая, которая реагирует не только на факты, но и на ожидания. Ожидания формируются в том числе и за счет заявлений и действий политиков. И поэтому отток капитала может резко ускориться или, наоборот, замедлиться. И, соответственно, это может повлиять на то, что происходит с экономикой. Я осмелюсь перейти с макроэкономических цифр, данных, понятий на простой язык обывателя. Многие мои знакомые говорят, что они видят в городе, в городе Москве, кучу объявлений. Продается, аренда, закрытые витрины, пустые магазины. И этот процесс набирает ход. Вот. Если посмотреть на иную статистику по предприятиям, то мы увидим малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, то количество их сокращается, количество малых предприятий сокращается. Может, это является признаками рецессии? Есть ли в этом связь между общими показателями снижением темпов экономического роста, замедлением темпов экономического роста и тем, что происходит как раз в бизнесе? Эльмар, очень правильный вопрос. Действительно, так и есть. Вот наши прогнозы, как они строятся? Мы смотрим на такого рода показатели, которые в прошлом были предсказывающими, опережающими показателями роста или спада ВВП. И, как правило, речь идет именно о такого рода показателях. То есть, малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес для крупного бизнеса – это грузоперевозки, это продажи автомобилей, например. В первом квартале серьезные проблемы с продажами автомобилей. В первом квартале продаж автомобилей на ноль, а в марте минус, если март к марту. Как только начнутся серьезные проблемы с экономикой, вообще будут снижаться продажи товаров длительного пользования, так называемые белые товары, холодильники и так далее. Если у вас есть холодильник, вам не обязательно покупать новый, менять старый, он еще некоторое время проработает. То же самое с автомобилем, то же самое. Если вы хотели купить квартиру, можете отложить это решение, если у вас внезапно пошатнулись ожидания по поводу роста экономики и, соответственно, ваших доходов. То есть, это такие самые тонкие индикаторы настроений. Безусловно. Причем это не просто слова. Вот мы здесь с вами сидим и друг друга пугаем. А люди голосуют рублем. Вот когда человек рублем голосует, он закрывает свой бизнес, или он не покупает автомобиль, или он уезжает из страны. Вот это и есть реальное доказательство того, что люди не просто ожидают каких-то проблем в экономике, а готовы ответить своими деньгами. Да, один мой близкий товарищ, который занимается продажей вина, сказал мне о том, что наступает рецессия примерно полгода назад. Я удивился, спросил, с чего ты это взял. Он сказал, у меня перестали покупать вино. Люди начали экономить на алкоголе. Это первый признак того, что будет снижение потребления. Да, зато люди, которые торгуют дешевым алкоголем, всегда радуются. Да, да, да. Я как раз хотел сказать, вино, наверное, в элитном сегменте. Да, да, да. Опять же, в 2009 году был праздник на улице дешевых ресторанов, точнее, закусочных и столовых. Вот в связи с этим у меня вопрос. Я правильно понимаю, что рецессия – это такое в неком смысле домино, когда снижение, отложенный спрос, когда фактически экономические агенты говорят, мы сейчас ничего покупать не будем, это, в свою очередь, тоже замедляет экономику, потому что, в свою очередь, деньги не получают потребительские сектора, нет налогов и прочее, 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 да, вот по всей цепочке. Да, это так. В макроэкономике есть два ключевых вопроса. Один – это действительно краткосрочные колебания вокруг долгосрочного тренда, а другой – это сам этот долгосрочный тренд. И вот сейчас в правительстве и Центральном банке ведется именно дискуссия о том, что вот наш медленный рост – это структурные факторы, или иногда говорят, внутренние факторы, проблемы с инвестиционным климатом, коррупция и так далее. Если это так, то вот та проблема, о которой вы сейчас говорили, ее не так просто решить. Нужно бороться с коррупцией, улучшать инвестиционный климат и тому подобное. Есть и краткосрочные проблемы. Собственно, обычная рецессия – это вот то, о чем вы сейчас говорите. Это когда по каким-то причинам люди настроены пессимистично, они не покупают, те, у кого они покупали, не получают деньги, и сами не покупают. Соответственно, раскручивается вот эта спираль, или то, что называется положительная обратная связь, или порочный круг. Вы не потребляете, не платите мне, у меня нет денег, я не плачу Сергею и так далее и тому подобное. Чтобы с этим справиться, есть два механизма. Один называется денежная политика, напечатать больше денег, снизить процентные ставки. Другой называется бюджетная политика. Потратить деньги, например, построить дороги. Люди, которые строили дороги, получат деньги, потратят их на еду. Люди, которые продают еду, у них будет больше денег, они потратят на что-то еще, и механизм экономики запустится. Ну да, но вот об этом мы поговорим чуть ближе к концу. Какие вы видите способы выхода из этой рецессии, какие у нас есть рецепты. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня, у нас с Эльмаром Муртазаевым, заместитель главного редактора «Форбс», ректор российской экономической школы Сергей Маратович Гуриев. Мы продолжим после небольшой паузы. И снова добрый вечер. Программа «Археология», «Археология Форбс». Сегодня мой соведущий, зам главного редактора «Форбс» Эльмар Муртазаев. И в гостях у нас ректор РЭШ российской экономической школы Сергей Маратович Гуриев. Вот, Сергей Маратович, мы обсуждали сейчас макроэкономику, макроэкономические показатели. Но вот вообще, если посмотреть-то, да, вот не то, что там друзья Эльмара говорят, да, а на объективные показатели низкая инфляция, низкая безработица, макроэкономические показатели, в общем, если так широко глядя, они достаточно стабильные. Сергей, вы задаете, вот как раз тот самый вопрос, на котором мы прервались. Если бы в экономике были краткосрочные проблемы, которые можно было бы решить, напечатав денег, то это была бы экономика, похожая на сегодняшнюю американскую экономику. Высокая безработица, или европейскую. Высокая безработица, незагруженные мощности, низкая инфляция, падающая инфляция. В Америке и в Европе низкие процентные ставки, нулевая инфляция. В России все немножко не так. В России очень низкая безработица. Если вы хотите открыть бизнес, вообще говоря, нанять людей дешевых не так легко. У Эльмара много друзей, наверное, во всех краях страны. Но в Москве, если друзья Эльмара посмотрят на статистику, они увидят, что безработица в Москве ноль. Ноль целых четыре десятых процента. С нашими точностями измерений это значит ноль. Безработица в Москве просто нет. В стране в целом она выше, чем пять процентов. Сезонный есть фактор, но это неважно. Она такая низкая, как никогда не была. Инфляция, на самом деле, вы сказали, она низкая, но на самом деле она растет. И она выше, чем в прошлом году. И она пока не помещается в целевые ориентиры Центральной Банкой. И самое неприятное, это, конечно, отток капитала. И в этом смысле, если вы сегодня напечатаете денег, то может это кончится не тем, что люди начнут открывать новый бизнес или инвестировать в бизнес, а они будут вывозить капитал или будут покупать импорт на эти деньги, или за то же количество товаров будут платить больше денег и будет расти инфляция. В этом смысле в экономике, как ни странно, сегодня признаки перегрева, а не, как бы это сказать, не признаки перегрева, а не недостатка агрегированного спроса, если говорить уж научным языком. И это как раз та позиция, которую сегодня занимает Центральный Банк. И, вообще говоря, будущий Центральный Банкир Эльвира Набиульна сказала, что наша задача в Центральном Банке бороться с инфляцией, а вот ваша задача, Министерство экономики, повышать темпы роста с тем, чтобы капитал не утекал из страны, а притекал. И вот те аргументы, которые вы перечислили, Сергей, ровно подтверждают точку зрения Центрального Банка. При этом Центральный Банк находится под серьезным огнем аргументов. Люди говорят, как так может быть, что раньше мы росли с темпом 7%, и все было нормально, а теперь мы растем с темпом 2 или 3%, а вы говорите, у нас перегрев. Ответ такой. Вот долгосрочные факторы роста исчерпаны, инвестиционный климат не очень хороший, судя по оттоку капитала, и сколько мы не будем печатать денег, мы не сможем поднять эти темпы роста, пока мы не улучшим инвестиционный климат и вообще деловой климат в целом. Да, Эльмар. Ну, мне вот здесь какой вопрос, Сергей Миронович? Интересное наблюдение тоже, если уж мы начали говорить о моих друзьях. Они уже года полтора или два перестали говорить о нефти. Вот интересная вещь. Если раньше так или иначе любой мой знакомый бизнесмен, с которым я общаюсь по своей профессиональной деятельности или просто друзья, так или иначе предсказывая, что будет происходить с его бизнесом и так далее, говорю, ну смотри, там нефть растет, там все будет нормально, там нефть падает, надо это. Все в порядке 100 за баррель, да, такая поговорка. Вот я обратил внимание, перестали говорить о нефти. Фактор нефти, фактор роста цен или падения цен на энергоносители в сознании деловой среды, в сознании предпринимателей перестал играть существенную роль. Такое ощущение, что это такой текущий фон, который никак не влияет на экономику. Насколько сейчас, насколько наше замедление ростов связано с этим самым фактором. Смотрите, это действительно фон. Если бы цена на нефть продолжила расти, вот не остановилась на 100, а росла бы 120, 140, 200, был бы рост, и у нас были бы те же самые проблемы, что и в 6-7 году, слишком много бы притекало капитала, цены бы росли на активы. Но этого источника роста нет. Вот если бы сегодня вместо нулевого роста цен на нефть был бы положительный рост цен на нефть, то ваши бы друзья по-прежнему говорили, о, цены на нефть растут, экономика будет расти, у нас все будет хорошо. А если бы отрицательные, скажем, если минус 20 долларов за баррель, это минус сколько-то процентов? Это минус 2 процентных пункта. Это большая величина. С ума сойти. Это огромная величина. То есть, таков взнос нефти в наш рост. Да, экономический рост. Есть разные оценки. Некоторые люди скажут, что 1 процентный пункт или полтора. Но вот это диапазон, грубо говоря. При этом первый бы удар, конечно, пришелся бы по бюджету. И, соответственно, мы бы начали тратить резервный фонд, но эти деньги года через два бы, наверное, закончились. В зависимости от того, насколько он упал. Могу я сделать смелое предположение, ничем не подтвержденное, к сожалению. Означает ли это, что стабильность цен на нефть в последние месяцы, то есть, вот этот фактор мы фактически убрали из нашей экономики сейчас. Цены стабильны. Они не выросли в целом, они не упали в целом. Они вот как стоят примерно в одном диапазоне, так и стоят. И вот убрав этот фактор из нашей экономики, мы видим, как экономика замедляется. Означает ли это, что российская экономика замедляется по своим внутренним причинам? Ну, вот эта дискуссия была в Сочи пару недель назад, когда Кудрин сказал, что не только по внешним причинам российская экономика замедляется, но и по внутренним. И то же самое сказал Белоусов. И действительно, они бы, наверное, с вами согласились. Владимир Путин много говорил о внешних причинах, о том, что вот все-таки, несмотря… И то же самое он говорил во время «Прямой линии». Он говорил, что несмотря на то, что цены на нефть высокие, цены на металл все-таки низкие. Ну, и вообще Евросоюз – это наш главный торговый партнер, он находится в рецессии, это правда. В общем, тяжело, тяжело жить. Но на самом деле история не такая простая. В десятилетия фантастического роста с 1998 по 2008 год, когда экономика росла с темпом 7%, свой вклад в этот рост вносили, конечно, растущие цены на нефть. Но кроме этого, дешевая рабочая сила. Напомню, что когда Путин стал премьер-министром, безработица была 14%. Вот рабочая сила была дешевой. Были незагруженные мощности. Были простые доходы, связанные с… Простые возможности, связанные со снижением инфляции, повышением макроэкономической стабильности, развитием финансового сектора, какими-то простыми реформами, наведением порядка с точки зрения предсказуемости власти и политической стабильности. Сегодня все эти низковисящие плоды сорваны. И нужны другие методы, а именно стимулирование инвестиций, повышение производительности труда, конкуренция. Все это вещи, которые в учебнике написаны, буквально на первой странице. Но для того, чтобы их реализовать, надо много работать. Пока не получается. Стимулирование инвестиций и отток капитала. Насколько, по-вашему, дело Навального сейчас влияет на вот эту ситуацию с оттоком капитала? Вы знаете, конечно, для инвесторов это неприятный фонд, потому что об этом пишут все деловые газеты. И главное, что как бы экономическая деятельность подводится, любая экономическая деятельность, по факту, подводится под статью. Ну, понятно, что дело Навального – это не любая экономическая деятельность, но в качестве обоснования используется действительно обычная экономическая деятельность. Поэтому, я думаю, что инвесторов напугает не дело Навального, а в первую очередь применение этого дела для какого-нибудь другого бизнесмена. Но я думаю, что инвесторов гораздо больше пугают истории, связанные с непредсказуемостью инфляции. Инвесторов пугают неопределенность, связанность с приватизацией. Непонятные планы, связанные с национализацией отдельных компаний, причем не только в нефтяном секторе, но и в других секторах. Вот многие эти вещи, конечно, пугают. И главное, инвесторы устали ждать, об этом говорил и Кудрин, и некоторые другие эксперты. Инвесторы устали ждать выполнения обещаний реформ. Инвесторам пообещали реформы, что Россия пройдет за несколько лет путь со 120-го места в рейтинге Doing Business до 20-го места. Надо сказать, что в указах от 7 мая, в указе 596 о долгосрочной государственной экономической политике, Путин написал, что к 2015 году Россия выйдет на 50-е место в этом рейтинге. 2015 год – это очень скоро, очень скоро. Чтобы это случилось, чтобы Всемирный банк успел это измерить в 2015 году, надо, чтобы в 2014 году бизнес-климат улучшился. Для этого в 2013 году нужно принять все законы, которые для этого необходимы. К 2016 году надо распродать, опять же, в соответствии с этим указанным, к 2016 году надо распродать все государство имущество, кроме природных ресурсов, естественных монополий и оборонного сектора. Это очень много активов. Их совсем уже пора распродавать. Мы пока этого не видим. Хотя уже, слава богу, разговоры идут все более и более активно. Пока скорее происходит национализация, чем приватизация, но разговоры о приватизации идут все более активно. Ну, в общем, много вещей надо делать очень быстро. Инвесторы пока переживают на эту тему. И ведь еще, как я понимаю, в нынешней рецессии падение экспорта играет роль. Вот вы говорите о естественных монополиях. Вот с Газпромом же большие проблемы обрисовались в последний год. Да. Ну, цены на металлы низкие. Цены на нефть высокие. А вот еще, кроме цены на металлы, есть цены на газ. Да. Цены на газ в Америке упали совсем. Цены на газ в Америке сегодня такие же, какими они были, когда цены на нефть были 20-30 долларов за баррель. Это сланцы? Да, это в основном так называемый нетрадиционный газ, сланцевый газ. Америка сегодня производит больше газа, чем Россия. Америка больше не нуждается в импортном газе. Америка обсуждает истории про то, что она хочет экспортировать газ. Будет она экспортировать газ или нет в ближайшем будущем, мы не знаем, но рано или поздно это приведет к тому, что газ и в Европе подешевеет, и в Азии подешевеет. И в этом смысле перед Газпромом стоят серьезные вызовы. С ценами на нефть пока мы этого не видим, но это может произойти в любой момент. Напомню, что история про сланцевый газ обсуждалась, обсуждалась, никто в нее не верил, а потом все это произошло одномоментно. И это, конечно, всех пугает. Я бы сказал, что пугает не только то, что, к примеру, Газпром никак не среагировал. Например, недавнее заявление Алексея Миллера, который сообщил, что все это, в общем, большой обман и нереальная история. То есть, фактически человек называет обманом уже не прогнозы, а состоявшиеся явления. Вот это вызывает действительно уже отрепи, удивление. Вот это уже реальное влияние на умы инвесторов, на отношения инвесторов. Не инвесторов. Инвесторов заявления, которые не соответствуют тому, что они наблюдают, пугают, конечно, больше всего. Я думаю, здесь можно говорить об еще одном факторе нашей рецессии, это падение качества корпоративного и государственного управления. Оно ведь тоже оказывает влияние? Именно оно и оказывает влияние. Вот инвестиционный климат в целом это такой эвфемизм плохого качества управления. Может быть, даже возможно не ухудшение, а просто поскольку вот эти самые низкие плоды сорваны, то теперь нужно заниматься. Оно в 2007 году было таким, на самом-то деле, если вдуматься. Другое дело, что в 2007 году был такой бурный экономический рост, который закрывал все эти вещи, инвесторы видели совершенно другие цели, на это можно было закрывать глаза. Теперь на это закрывать глаза невозможно. Я бы хотел оправдать, российский инвестиционный климат, он разный. Он разный в разных регионах. Изменения происходят совершенно разные в разных регионах. И вот, например, рейтинг doing business, он измеряется в самом большом городе страны, Москве. И оказывается, что были проведены региональные измерения, оказывается, что Москва это самый худший город с точки зрения показателей doing business. Эти показатели, мягко говоря, несовершенны. Тем не менее, это то, что измеряется. И оказывается, что вот если бы Москва, например, научилась бы у каждого российского региона тому, что получается у этого региона лучше всего, у подключения к электросетям у этого региона чему-то научилась, по разрешению на строительство у этого, то Россия была бы не на 120 или 112 месте, а где-то на 60 месте уже. То есть, в принципе, есть огромные региональные различия. И самое интересное, что Москва это понимает. И вот как раз по поводу Москвы у меня много оптимизма. Мне кажется, команда, которая этим занимается в Москве, очень впечатляющая. И уже многие вещи поставлены в повестку дня. И как раз в Москве подключение к энергосетям может произойти очень... может измениться очень быстро. То есть, снижение административных барьеров и вот этих транзакций по... Опять же, важная вещь, мне кажется, у инвесторов есть четкое понимание, что верхний слой экономического менеджмента Москвы, начиная с мэра, не берет взяток. Это очень важно. То есть, правда это или нет, мы не знаем, но у инвесторов есть четкое понимание того, что, я не знаю, Собянин, Шаронов, Комиссаров, это не их работа. Не для того они туда пришли, чтобы брать взятки. Это очень важно. В отличие от предыдущего периода. Я не знаю про предыдущие, я не знаю, но, по крайней мере, такие ощущения были. По ощущениям, да, по ощущениям. Ну, и тоже впадение, я думаю, инвестиционного климата, вот то, что мы уже затронули тему закрытия малого и среднего бизнеса, это же связано с, собственно, ужасными совершенно решениями, которые были приняты в этом году. Да, там страховые взносы увеличились, причем они до каких-то запретительных совершенно размеров. Они увеличились вдвое практически, но в целом я бы сказал, что вообще чехарда вокруг пенсионной реформы не помогает. Не помогает. Люди начинают думать о том, что власти нет плана, и они понимают, что когда у власти нет плана сбалансированной пенсионной системы, то в конце концов повысят налоги, и будет немножко как на Кипре. На Кипре на кого повысили налоги? Ну, на банки, потому что деньги и в банках. Знаете, как грабители спросили, почему он грабит банки. Он понял этот вопрос так, а кого мне еще грабить? Надо грабить банки. Банки – это там, где деньги. Так и здесь. Налоги поднимут на то, что легко обложить налогами. Ну, вот вы здесь вышли на внешний фактор. Еще раз, вот давайте посмотрим на внешний фактор, что, и Путин об этом говорил, что сильнее влияет в Америке сейчас, что происходит? Продолжается, в общем-то, рецессия американская? Не вышли еще из вот этого вот пике 8-9 года? Ну, в Америке, например, цены на недвижимость не восстановились, цены на акции восстановились. Экономический рост положительный, но не такой быстрый, как обычно считается, он должен быть в Америке. Уровень докризисный восстановлен, как и в России. Докризисный тренд не достигнут. Если мы продолжим тренд американской экономики с темпом 3%, то экономика просела ниже него, но к нему не вернулась. Но вполне возможно, что мы просто неправильно понимали тренд, и есть фундаментальные факторы замедления американской экономики. Все может быть. Но в целом, американская экономика, судя по безработице, судя по низким процентным ставкам, судя по инфляции, американская экономика находится ниже своего потенциального уровня. И в этом смысле вот к американской экономике применимы все те рецепты, о которых спорят российские чиновники. Там есть потенциал и для того, чтобы государство тратило больше денег, и чтобы Федеральная резервная система печатала бесконечно много денег, что она и делает. Все это абсолютно верное решение, других решений нет. Пока они, к сожалению, не очень помогают. Я вот читал мнение, что, собственно, сняли вот эту верхнюю часть этого пузыря большого с недвижимостью в Америке. Структурные проблемы не решены, во-первых. А во-вторых, наблюдается большой перегрев в Китае. И такой же, так сказать, пузырь сейчас разбухает в Китае, и, так сказать, криз может еще более сильный грохнуть. Вполне возможно. Когда пузырь надувается, не всем известно, что это пузырь. Мы знаем про пузырь только когда он лопается. Поэтому говорить о том, что есть пузырь в Китае, нет ли пузыря в Китае, говорить трудно. Надо сказать, что китайское правительство очень этим озабочено, пытается его потихоньку сдувать, и темпы роста снижаются. И в Китае, конечно, есть очень много рычагов у государства с тем, чтобы контролировать высокий или низкий темп роста. А вот я бы немножко ушел с глобального уровня и все равно возвернулся бы своим товарищам и друзьям, раз уже речь пошла о них в нашей программе. Мои товарищи и друзья, бизнесмены, мелкие предприниматели, средние предприниматели, у них труднее идет бизнес. Они вынуждены сокращать издержки, сокращать людей, уменьшать бизнес. Я знаю одного своего товарища, который вынужден закрыть бизнес. И скажите, я правильно понимаю, что в Европе, например, рецессия в том числе привела не к бунту, но к недовольству этого самого среднего и мелкого предпринимательства? К бунту лавочников еще, конечно, не дошло, до такого состояния не дошло, но недовольство вот этого мелкого семейного предпринимательства в Италии, в Испании, в Греции даже и говорить бессмысленно, оно остро ощущается в этих странах. Насколько для России опасен этот процесс и насколько наш режим готов, на ваш взгляд, готов к такой проблеме, к такому вызову? Вот эти самые мелкие предприниматели, вот это достаточно активные люди и так далее, вдруг оказавшиеся с проблемами в бизнесе. Значит, в Италии, в Испании, во Франции совершенно разные действительно источники недовольства. В Италии, Испании, Греции речь в основном идет о молодежной безработице. Особенно в Испании, Греции, в молодежной безработице достигло почти 60% в этих двух странах. И это речь идет о людях, которые не могут найти работу по найму. А вот как раз во Франции, вы правильно говорите, ответ социалистов на кризис был такой, что мы повысим налоги. И тут, конечно, предприниматели недовольны страшно, потому что получается так, что они работают много, кормят всех этих дармоедов, а теперь их развелось так много, что они их облагают дальше налогами. И, с другой стороны, так как бюджетников во Франции большинство, кроме того, у них больше времени, чтобы ходить на демонстрации, протестовать против низких налогов и голосовать за высокие налоги, они действительно оказываются в большей политической силе, более сильной политической силе. Во Франции предприниматели говорят, мы закроем бизнес, переедем, уедем и так далее. А я вам напомню, что год назад, когда состоялись выборы во Франции, ну, бог с ним Саландом, с его 75-процентным налогом, 10% набрал человек, который раньше бы, наверное, считался бы генеральным секретарем коммунистической партии, сейчас он руководит левым фронтом, есть такой левый фронт, Жан-Люк Меланшон. Его предложение по налогам было такое, после некоторой суммы каждый дополнительный евро должен облагаться 100-процентным налогом. Вот, и человек набрал 10% голосов на президентских выборах, не как-нибудь. Вот поэтому я думаю, что вот наша ситуация скорее похожа на французскую, где налоги на бизнес растут, и главное, бизнес чувствует, что они будут расти дальше, потому что нам нужно платить за дороги, которые у нас, к сожалению, стоят дорого, нам нужно платить за оборонные расходы, все это обходится очень дорого, нам нужно будет платить пенсии, и все эти деньги мы возьмем, конечно же, у предпринимателей, у кого же еще? За Олимпиаду в Сочи. За Олимпиаду в Сочи, точно. Опять же. Ну, это уже, по-моему, все уплачено. Ну, это уже, ну да, там еще миллиард долларов каждый день. Вот за парад победы в Москве тоже, который на днях состоится, там я тут уже выяснил, вот то, что у вас в Форбсе написал, там миллиард рублей только на восстановление дорог тратится. После каждого, вот где жила золотая, мы тут сидим. Хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня ректор российско-экономической школы Сергей Гуриев, мы вернемся после перерыва. И снова добрый вечер, третий раз говорим мы это сегодня, в эфире программа «Археология», Сергей Медведев в студии, мой соведущий Эльмар Муртазаев, заместитель главного редактора журнала «Форбс», и у нас в гостях сегодня ректор российско-экономической школы Сергей Мородович Гуриев. Говорим мы о призраке или уже о веществившемся, осуществившемся, собственно, опасности рецессии, которые уже здесь и сейчас. Ну, вот мы начали, собственно, этот разговор относительно друзей Эльмара, которые... Нет, у нас прекрасный совершенно такой кейс, такой-такой, мейн-стрит, такие, там, не знаю, владельцы магазинов, бизнесов, которые на себе... У Эльмара есть и Уолстрит, друзья. Да, и Уолстрит. «Форбс» только что опубликовал рейтинг. Да, 200. Да, Эльмар, так что мы говорим о влиянии рецессии на самочувствие бизнеса. Вы знаете, если уж говорить о, там, друзьях и товарищах, то, вы знаете, удивительная штука. В кризис 2008 года, 2009 года, все, большинство предпринимателей, с которыми мы общались, разговаривали, говорили еще, что кризис закончится, там, кто-то мыслил катастрофическими понятиями, кто-то мыслил, что вот-вот это закончится и прочее, прочее, прочее. Сейчас самое главное опасение, с которым я сталкиваюсь, это опасение того, что ситуация замедляющейся, стагнирующей экономики будет очень надолго. Что это будет ни год, ни два, ни три. Один мой знакомый, занимающийся недвижимостью, сказал, когда ему сказали, ну, в конце концов, цены на недвижимость, там, загородные недвижимости должны же наконец отрасти. Он ответил, он ответил интересно, он сказал, а с чего вы взяли? Ребята, в Японии цены на недвижимость стояли больше десяти лет и стоят до сих пор. Почему мы решили, что у нас вдруг будет по-другому? И вот у меня в связи с этим вопрос, Сергей Миронович, а насколько вот рецессия как явление, насколько применима к Японии, там, так далее, так далее, насколько она меняет вообще общество, на ваш взгляд, насколько вообще подходы к бизнесу и насколько вообще высокие риски в мировой экономике, там, на мировых примерах на то, что рецессия вдруг возьмет и встанет надолго? Да, вот слово рецессия, как правило, это действительно отставание от долгосрочного тренда. То, о чем вы говорите, это, собственно, снижение самого тренда. Это не то, что Россия будет расти то с темпа минус один, то плюс пять, а с тем, что в среднем она будет расти не пять процентов, как это записано в программных документах Медведева и Путин, Дмитрия Медведева, не Сергея Медведева, а Дмитрия Медведева. У меня и нет программы документов, у нас только, да, программа, да, археология. Но вот у вас есть же программа. Ну, археология? Есть программа. Как товарищ Жук, у вас есть план, да. Да, у вас есть пять процентов. Так вот, мы слышали про пять и про шесть процентов, это абсолютно реальные величины для такой страны, как Россия. Но вот трагедия будет, если в течение, не в то, что у нас будет кризис год или два, а то, что в ближайшие десять лет вместо пяти процентов будет два. Вот это трагедия. Представьте себе, вместо пяти процентов два в течение десяти лет, это тридцать потерянных процентов. Вот. Это совершенно другой порядок величины. А вот чтобы с этим бороться, нужны все те меры, о которых мы говорили. Борьба с коррупцией, развитие конкуренции, приватизация, продвижение в рейтингах doing business, улучшение бизнес-среды и так далее и тому подобное. Вот с рецессией, как отставанием от тренда, бороться относительно легко. Особенно в России, где пока процентные ставки положительные. В Америке трудно снизить процентные ставки ниже нуля, а в России все еще можно. А финансовыми инструментами можно, может быть, вы предвидите какое-то смягчение кредитно-денежной политики? Да, вот если бы это была такая американская рецессия, надо было бы снижать процентные ставки. А в России это сработает? В России это не сработает, ровно потому, что вы уже сказали нам, что у нас безработица низкая, у нас есть отток капитала, инфляция у нас скорее растет, чем падает. Вот поэтому, если мы напечатаем денег временно, у нас будет увеличение ВВП, но до 2018 года его не хватит. И это просто приведет к тому, что инфляция будет выше. А если в области, так скажем, политического регулирования больше протекционизм, импортозамещение? Тут есть такая вещь. Можно, в принципе, протекционизмом повысить внутреннее производство, но это ударит по народу. То есть вы вдруг увидите, что то, что ассортимент товаров стоит дороже. Ну, я плюс добавил, мы вообще-то в ВТО вступили. Мы в ВТО, да. Но, вы знаете, ходят слухи, что высокопоставленный российский чиновник, как раз год назад, когда обсуждал это с парламентом, сказал, верьте мне, если надо будет, мы эти обещания как-нибудь это самое... Уилл. Да. Простите. При этом депутаты сказали, вы просите нас вам верить, а сами говорите о том, что ВТО будете обманывать. Но на самом деле ВТО действительно, Эльмар, вы правы, трудно обмануть, просто потому что там есть ответные меры. И вот наши все попытки сделать этот утилизационный сбор привели, мягко говоря, ни к чему. Потому что европейские коллеги сказали, мы вам отомстим по полной программе. И отомстили бы. И ВТО это такой безжалостный механизм. Вот я помню, была история с Джорджем Бушем-младшим, который пытался защитить сталилитейную промышленность в Америке. И как он придумывал, как это можно сделать хорошо и интересно. Но потом ВТО принял решение против Америки. Сказал, это противоречит правилам ВТО, поэтому европейцы имеют право нанести ответный удар. Европейцы сказали, у Буша скоро выборы. Флорида это важный штат для выборов. Это был конец 2003 года. Мы ведем меры против производителей цитрусовых. Буш сказал, я готов отозвать свои меры защиты сталилитейной промышленности в добровольном порядке. Разменял Питтсбург на Флориду. Да, совершенно верно. А вот возвращаясь к возможности того, что рецессия может быть надолго. Самый большой кошмар предпринимателей, это когда вот эта тяжелая жизнь не кончится через год. Уж лучше бы скорее конец, говорят многие. Там, катастрофа, это возможность новой жизни. А вот таких тяжелых условий год, год, год. Уж лучше без конца. Но вы же говорите, что все не так плохо у ваших друзей. У них пока нет. Что значит это? Плохо или хорошо являются понятия сравнительные. Если сравнивать с 2007 годом, конечно, плохо. Если сравнивать с 2009, наверное, хорошо. Но смотрите, продажи автомобилей перестали расти, но их продается гораздо больше, чем в 2006 или 2007 году. Кредитовы дается гораздо больше. То есть, в принципе, уровень высокий. То, о чем вы говорите, это скорее ожидание того, что роста больше не будет. Люди не смогут поддерживать этот уровень потребления. Видимо, первое, что получится, это остановится рост зарплат. Да. И потребительских кредитов будет не так много. Единственные кредиты, которые будут продолжать расти, это ипотечные кредиты. Вот по уровню ипотеки нам еще расти и расти. И по уровню квадратных метров на душу населения расти и расти. Но в этой ситуации, скажите, было в истории, в экономической истории, в мировой экономической истории, примеры стран, которые бурно росли, потом в силу внутренних или внешних причин остановились и так и болтаются? Ну, вот Япония такой пример. Вот Япония как раз это то, о чем все так говорят. Сколько уже в Японии рецессия? Ну, это не совсем рецессия, потому что в среднем рост составляет почти 1%, но это с 1994 года, мне кажется. Я точно не помню, но вот почти 20 лет. Ну, да, да. Это называется потерянное десятилетие, но потерянное десятилетие мы его назвали 10 лет назад. Так что лучше, да, потерянное. Да, есть потерянное десятилетие я в Латинской Америке, когда из-за внутренних проблем странам никак не удается выйти на долгосрочную кривую экономического роста. В основном это не как в Японии, это не стагнация, это такие всплески, потери, политические перевороты от левых к правых, от правых к левым. Но вот Япония скорее является собой такой как раз пример. Правильно я понимаю, что ситуация рецессии, дозатяжной рецессии, это ситуация повышенных политических и социальных рисков? Ну, вы знаете, это зависит от политической системы. Если политическая система основана на ожиданиях бурного роста, то, конечно, отсутствие этого роста и неоправданное ожидание приводит к нарушению социального контракта, если говорить научным языком. Если же, вот как в Японии, ну, все уже как-то привыкли, ну, что же делать? Время от времени партии проигрывает выборы, но в целом либерально-демократическая партия Японии так или иначе остается у власти почти без перерыва. Время от времени она уступает своей позиции, но в целом революции нет. А, кстати, почему Япония не может выйти уже 20 лет из вот этой вот ямы? На самом деле экономисты считают, что в Японии слишком мало решительности для реформ, а японцы слишком боятся банкротить предприятие. Если же предприятие не банкротить и не чистить балансы банков, то банки не могут выдавать новые кредиты. Ну, это вот такая история о том, что Япония не может решительно сказать банкам, не нужно выдавать кредиты тем, кто не сможет их вернуть. То есть, вот этот корпоративный контракт японский, то, что там они боятся разрушить. Они боятся разрушить корпорации и банки. Например, в Японии трудно себе представить, чтобы компания захватила... Вот трудно представить себе бизнес типа Миттеромни, скажем так. Что какая-то компания будет захватывать другие компании враждебным образом, увольнять людей, банкротить, распродавать активы. Это в Японии трудно представить. Ну, а вторая история, конечно, уровень жизни в Японии на самом деле очень высокий. И трудно представить себе, что еще можно наращивать, как расти. Вот это тоже такая проблема. Ну, и третья проблема, конечно, демографическая проблема. Ну, да. Я хотел спросить. Я правильно понимаю, что я нарисовал себе картинку, при которой рецессия, кроме повышенных социальных и прочих рисков при неадекватной политической системе, еще и ставит проблему, более остро проблему выбора стратегии. То есть, иными словами, в одном случае надо наращивать налоги. То есть, условно говоря, увеличение роли государства в экономике, там, ставка на бюджетный сектор и так далее, так далее, так далее. В другом случае радикализация экономических реформ. То есть, условно говоря, у режима остается меньше возможностей плавать вот между двух этих островов, как мы... Маневра, да. Маневра. Ну, чем меньше денег, тем меньше возможностей, конечно. Вот. Чем... Когда у вас много денег, можете потратить их и на вооружение, и на пенсии. И на субсидии госпредприятиям. Когда денег мало, может быть, уже придется госпредприятия продавать. Вот. При этом самое обидное в этой политике заключается в том, что, конечно же, российские госактивы стоят дороже, когда все хорошо. Вот. Но тогда никто их не хочет продавать. Продавать их начнут, когда деньги кончатся. А это будет тот самый момент, когда инвесторы не будут готовы инвестировать в Россию. И в этом смысле вот этот цикл недальновидности, приватизации по нужде, а не приватизации из более фундаментальных предпосылок, этот цикл, конечно, в том числе подрывает и легитимность следующих частных собственников, которые купят по дешевке. А они купят по дешевке просто потому, что им продадут тогда, когда активы будут стоить дешево. Ну, может ли кризис или рецессия, которая у нас есть и будет, видимо, да. Ну, кризиса нет. Да, да. Ну, кризиса нет. Хорошо, рецессия. Спровоцировать реформы. Потому что вот я помню, у вас в ведомостях была с Цивинским статья, вы смотрели корреляцию реформы, кризиса и реформ. Вот есть ли такая корреляция между рецессией и такими стимулами для реформирования? Ну, вообще говоря, это зависит от дальновидности политиков. И дальновидность политиков часто определяется политической структурой, причем не только вот человеком, который находится на самой верхней ступеньке, а вот политической структурой. Например, какой в Америке стимул у президента на втором сроке? Его уже больше не выберут, да? Почему он все равно продолжает работать? Да потому что политическая партия, которой она принадлежит, не может позволить себе поражение. Политическая партия будет заставлять его работать, а главное, все его советники, заместители, коллеги, губернаторы из этой партии будут говорить, ты хочешь войти в историю, а нам надо выиграть следующие выборы, в которых ты уже не будешь принимать участие, а мы будем. И в этом смысле вот такая политическая система заставляет работать на долгосрочную перспективу. Если же нет взгляда на долгосрочную перспективу, то, конечно, кризис дает гораздо больше стимулов, чем вот такая затяжная рецессия или депрессия или что-то в этом роде. Ну да, то есть рецессия, она может обернуться и, так скажем, и политической рецессией, и социальной, то есть когда все более-менее будет поддерживаться на том же уровне, да, такой кипящий котел, но не будет таких решительных факторов перемен. Не кипящий, не кипящий, а болото, да, 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 булькающий, булькающий, я имею в виду, да, да, не взрывающийся. Но вы знаете, вот если вы возьмете закрытый сосуд и даже не будете подогревать его снизу, а просто будете откачивать из него воздух, то физика подсказывает, что даже при комнатной температуре можно так понизить давление в этом котле, что вода закипит даже без подогрева. Хорошая, хорошая метафора с воздухом. А как, по-вашему, это может коррелировать с протестной активностью? Или вот наоборот, может быть, нынешний протест 11-12 года, он у нас вышел на фоне такого благополучного, сытного десятилетия, вот как часто говорят, что люди вышли на болотную, на Сахарова именно, так сказать, после хорошего роста, когда удовлетворили по пирамиде масло у нижней слои, вот, так сказать, появилась потребность самоуважения. На самом деле, есть целый ряд, действительно, гипотез. Некоторые считают, что люди недовольны уровнем жизни и наличием перспектив. То есть, есть много людей, которые говорят, мы хотим жить лучше не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе, и мы не видим, как долгосрочный рост в России будет устроен. Другие люди, наоборот, говорят, мы живем настолько хорошо, что мы хотим, вот, как вы правильно сказали, мы уже удовлетворили материальные потребности, теперь мы хотим достоинства, или мы хотим безопасности, или мы хотим здравоохранения и чистого воздуха. Вот, эти люди понимают, что частным образом это сделать нельзя, для этого нужно повышение качества госуправления, подотчетности власти, снижение коррупции. И они протестуют уже не потому, что у них высокие налоги или низкие доходы, или высокие цены, они протестуют потому, что, наоборот, у них есть достаточно денег, чтобы они могли бороться за другие вещи. Такое вполне возможно. Чем все это кончится, я бы не стал предсказывать. Мне кажется, что во многом это зависит от власти, опять-таки, зависит от того, насколько власть играет в долгую или в краткосрочной перспективе. Опять-таки, многое зависит от того, как будут устроены лидеры протеста, потому что в этом бизнесе, конечно же, первые лица очень важны. Ну, да, Эльмар. Да, мне, вот, я, тем не менее, продолжаю мучиться с друзьями. С своими друзьями. Они где сейчас, на Болотной площади, ваши друзья? Вы уж признаетесь. Не знаю, не знаю. Я думаю, все-таки занимаются прежде всего бизнесом. Как-то вспоминают этого Милна, да, Винни-Пух, у него там эта карта, там есть такое место, где живут друзья и знакомые кролика. Да, да, да. Это «Rabbit's Friends and Relations». Да, да, тем не менее, вот, с точки зрения моих друзей, товарищей по бизнесу, значит, занимающихся бизнесом, они часто опасаются, когда они говорят вот об этом грядущем десятилетии рецессии, они часто говорят об угрозе государства. Вот что имеется в виду? Многие... Очень интересная вещь, что, например, вот реальная деталь, что, например, большая часть бизнеса, бизнеса недвижимости сейчас выродилась в Подмосковье, например, земельного бизнеса выродилась не в продажу земли, да, там, не под застройку, под участки и так далее, а под то, чтобы превратить их в залог для получения кредита, который никто не собирается возвращать. Это вот такая вот, например, Российская практика. Но это опасный бизнес. Абсолютно, да, конечно. Потому что внешнеэкономбанк не любит, я думаю, что и другие госбанки не любят таких заемщиков. Вот есть такой известный случай, и не знаю, правда или нет, но обвиняют как раз бывшего председателя ВАКа Феликса Шамхалова именно в этом. Да, да, да. Но это, тем не менее, существующая практика. И бизнесмены очень опасаются, реально опасаются того, что основные опасения не с конкурентами связаны, а с государством. Вот, например, я в два разных примера. Тот же самый парень, занимающийся вином, рассказывает о том, что близкие к государству структуры сейчас, за счет лоббизма, прочее, 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 получают большие преференции для провоза спиртного, алкоголя, прочее, прочее, прочее. Вот. И эта самая структура скупает, теперь скупает конкурентов. Другой пример, связанный с нашим журналом. Мы об этом говорили. Связанный с нашим журналом, что возникает государственное агентство, которое финансируется за счет... Налогов, которые платим мы с вами. Да, налогов, которые в том числе платит и наш журнал, как коммерческое предприятие, которое скупает квалифицированные кадры, создает продукты, которые конкурируют за счет государственных средств, которые конкурируют с теми самыми коммерческими фирмами. То есть рецессия не воспринимается как некое поле, в котором, чтобы... Все равны. А как поле, в котором тяжело, тяжело и трудно, но при этом есть игрок под названием государство, который начинает медленно, но последовательно уничтожать, по счете, скупать бизнес. Альмар, это не связано с рецессией. Это родовое свойство государственного капитализма. Значит, есть такая иллюзия, что можно построить рыночную экономику, в которой будут... Основные компании будут принадлежать государству, и они будут честно играть на этом рынке по рыночным правилам, цены будут определяться как результат баланса конкурентного спроса и конкурентного предложения. Ответ здесь нет. Как правило, большие государственные компании имеют политические преимущества, и они ими пользуются. Во-первых, они меняют правила игры в свою пользу, во-вторых, действительно, у них нет бюджетного ограничения. Сколько денег им нужно, столько они у государства и попросят. Вот. Иногда взаймы, иногда насовсем. Вот. И поэтому конкурировать с государственными компаниями всегда очень трудно. И вот именно поэтому указ 5.9.6, о котором я сегодня говорил, настолько важен, потому что он подразумевает приватизацию всего на свете. Как только приватизация произойдет, эта ситуация будет гораздо проще. Хотя, конечно, у меня есть гипотеза в том, что, например, медиабизнес будет назван стратегическим или оборонным, и не будет приватизирован. Я думаю, что список исключений стратегических объектов будет настолько велик. Вот недавно газеты писали о заседании комиссии по иностранным инвестициям, которая отказала американской компании, фармацевтической американской компании в покупке завода, производящего вакцины для гриппа, потому что сказала, что вакцина для гриппа – это вопрос стратегической безопасности. Когда мы говорим, кстати, о стоимости денег, о том, что там крики наших бизнесменов, о том, что ультрадорогие кредиты, и с этим вопросом, как правило, крупные промышленники и предприниматели адресуются, очень интересная вещь, адресуются к Центробанку. К Центробанку надо адресовать этот вопрос, только не с той точки зрения денежной политики, а с точки зрения банковского регулирования, потому что эта цена, высокая цена денег определяется в том числе тем, что у нас есть госбанки, которые контролируют, которые, по сути, контролируют весь банковский сектор, у которых очень, ну, просто высокая стоимость кредитов, которая формируется непонятно как. За все в жизни надо платить, в том числе и за высокий уровень неэффективности государственных банков и отсутствие конкуренции. Ну вот откуда, собственно, может прийти, не знаю, толчок к реформированию вот этого всего госуправления, качество управления госбанков, я не знаю, те же самые при списке приватизации по вот этому новому закону 5.9.6. Что, по-вашему, может вынудить государство пойти на столь необходимые структурные реформы? Ну, смотрите, президент Путин во время своей предвыборной кампании сделал целый ряд заявлений. Эти заявления были записаны, помните, в газетных статьях. Например, экономический блок, я помню, был в статье «В ведомостях нам нужна новая экономика». В Форбсе он ничего не писал, но вот «В ведомостях» написал. Это превратилось в 12 указов, подписанных им 7 мая 2012 года. 7 мая 2013 года президент Путин встретится с Дмитрием Медведевым и спросит его, как идет исполнение моих указов. Трудно представить себе, что президент Путин вернется к народу и скажет, извините, у меня не получилось выполнить мои обещания. Народ должен будет предъявить ему вопросы. Скажет, вы нам обещали и не выполнили. Вот так это устроено в любом обществе. Если народ не будет предъявлять спрос, значит, народ все устраивает. Но скажите, ну вот в один из пунктов этой самой статьи «В ведомостях», например, как все работает на самом деле, да, Сергей Атмирович, простите? Да. Но один из пунктов этой программы про то, что строительство объектов инфраструктуры, что у нас бизнес связан тем, отсутствием дорог, сетей электропередач и так далее. Да, развернулось масштабное строительство дорог, но развернулось вполне конкретно тремя-четырьмя компаниями, близкими к власти. Все в публикациях Форбса описаны в деталях. Ротенбергия, Тимченко. Да, Ротенбергия, Тимченко и так далее. Все те же самые компании, которые начинают строиться объекты инфраструктуры. Можно ли считать это запуском, созданием тех самых условий для бизнеса? Если дороги будут построены и эффективны, то вообще говоря, неважно, кто их строит. Из ваших публикаций следует, что, к сожалению, налогоплательщики переплачивают этим компаниям. Если это так, то, конечно, это плохо. Потому что если бизнес закроется не потому, что он не будет дорог, а потому что он все свои деньги отдаст на налоги, которые платят за эти дороги, тоже ничего хорошего не будет. И возвращаясь к вопросу Сергея, почему власти будут выполнять свои обещания по реформам? Не знаю. Не знаю. На самом деле любой политик действует, исходя из политических стимулов. Есть ли у сегодняшних политиков стимулы выполнять свои предвыборные обещания или нет? Мы все увидим достаточно скоро. Я уже говорил, что многие вещи должны произойти уже в 2013 году. Какие именно? Ну, вот эти вещи с улучшением бизнес-климата, планами приватизации. К 2015 году успеет. Очень много вещей должны произойти. И, в принципе, некоторые вещи происходят. Опять-таки, не всем это нравится. Идет борьба с коррупцией. Вот вы упоминали дело Навального. Оно, как правило, президентом Путиным считается как... Или, точнее, ведущими телеканалов считается как образец борьбы с коррупцией. Но есть и другие дела, в том числе и по отношению к чиновникам, которые мы раньше думали неприкасаемы. Ну, что ж. Посмотрим. Я думаю, времени у нас остается не так и много, по крайней мере, чтобы и в экономике, и у нас, и у обещаний президента Путина, которые были даны им ровно год назад, 7 мая 2012 года. Ну, и будем надеяться, что у нас, подобно Японии, не ждет потерянные 10, а то и 20-летия, когда параллельно с рецессией экономической у нас, может быть, рецессией политической, рецессией социальной и тому подобное. Так что времени ждать осталось не так много. Посмотрим. Благодарим нашего гостя. Это ректор Российской экономической школы Сергей Маратович Куриев. Мой соведущий сегодня был Эльмар Муртазаев. Программа «Археология» Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.